Позвольте предоставить слово Николай Ивановичу Буткову. Прошу лекцию на тему обзора стартовых результатов по спектральной устойчивости и элистических операций. Спасибо большое за представление. Значит, я сначала расскажу немножко о Николае Коропетровиче. Мы с ним очень давно были знакомы, но в основном мы все же встречались в конференциях и наши встречи. Были довольно кратковременные. Но вот один раз наша встреча была очень удачной, и это способствовал наш председатель, который пригласил меня, Тамару. И вместе с детьми мы приехали в Португалию, а там более того остановились у него в доме, благодаря этим приемству. И в то же время там был Николай, Статьяна, и кроме всяких научных дел, мы еще попросту отдыхали там. Это был такой редкий случай, когда удалось с семьями отдохнуть, на данный поле на пляже, на данный сидели за столом. И вот такая приятная была, расслабленная атмосфера, мы очень подружились. И относились в такой очень приятной атмосфере, был такой случай, что мы находились на пляже, все беседовали. Но показатель расслабленности был такой, что неожиданно Татьяна и Ява затеяли такое небольшое поэтическое соревнование. Так что я считал просто обязанность приехать на эту конференцию, посвященную, Николаю Горобедовичу. Вторая часть связана с моей деятельностью в Казахстане. Тут вот напиши, которые я получил, было написано, что я представляю Украину. На данный момент, я еще не знаю, но я представляю много кого-то. Ну, в Казахстане университет, где я работал более 15 лет, или, значит, так, представляю, сотрудничество. Университет Дружбонародов, с которым я не прорывал связи и участвовал в разных проектах по линиям ФРИ. И вот в прошлом году в Казахстане университет Дружбонародов проводили восьмой конгресс ИСААК. С Италии университетом Баттон, где я проработал пять лет, и где у меня очень хороший и соавтор, и в частности, вот доклад, который сегодня будет совместно с одним и соавтором университета. Но в последние несколько лет, значит, Тамара, Василия и я, мы по совместительству работали еще и в Казахстане, и являемся там по совместительству профессорами. Вот, и одно направление нашей деятельности, это связано с теморазийским и тематическим журналом, вот здесь вот обложка этого журнала. Значит, журнал был создан в 2010 году, ну и некоторую информацию об этом журнале я хочу сказать, значит, журнал отдается на английском языке полностью. Вот, мы здесь обложка представлены, а сейчас мы посмотрим редколегию. Редколегия очень представительная. Значит, главные редакторы, ректор МГУ Садовничий, Академик Казахстана Тулбаев и я. Значит, вот три главных редактора, но еще у нас большая редколегия. И, да, значит, он расслован в 2010 году при активном участии Московского государственного университета, Российского университета народов и университета Падовы. И также, вот, поддерживается общество ИСААК, это известное общество по анализу международного. Ну, а членами редколегии являются уголочистительностью математиков из самых разных стран мира. Некоторые из этих математиков присутствуют здесь, Шкаликов, Бойтман, членами редколегии. Ну, вот, тут перечислен целый ряд авторов. Это и академик, и член корреспондента Национальных академий наук. Некоторые фамилии я назову. Алимов, Бесов, Боярский, Борубаев, Денабельдаев, Моналиев, Гердизий, Кальменов, Казахстан, Келашвили, Грузия, Кухнер, Чехия, Боярский, Польша, Мазья, Швеция, Тайманов, Россия, Казахстан. Ректора математики Филиппов, Глагулов, Кинжибаев, профессор Пёртсен, который несколько лет был президентом шведского математического общества, деканом Нехмата, другу, Чубариков и многие другие. Я уже буду перечислять всех. То есть очень представительная редколлегия. Но дело не только в том, что редколлегия представительная, но был некоторый договор с членами редколлегии, что они будут принимать активное участие в работе журнала, которое строяется в том, что в течение 3-5 лет они сами будут публиковать свою статью в этом журнале. И это происходит уже практически половина из тем, что редколлегия публиковала статьи в этом журнале. Значит, статьи опубликованы математиками из более чем 20 стран мира. Значит, еще несколько особенностей этого журнала. Поскольку часть авторов русскоязычные авторы из России, из Казахстана, Узбекистана и так далее, то предпринимается редактирование статьи с точки зрения английского языка. Кроме того, еще одна совершенно уникальная особенность этого журнала – это то, что, во всяком случае, на данный момент автору выплачивается авторский гонорар, довольно солидный гонорар – 50 долларов за страницу. Так что, вот эта информация о журнале. Я привез сюда те журналы, которые уже были съездены. Вот 7 примеров вышло. И это мы передаем в дар библиотеке с вашим университетом. Ну и, к тому же, мы переговорили, что есть идея о том, чтобы заключить договоры об умении журнала. У нас такие договора, выключились целым рядом, университет, вот и ваш университет тоже к этому может присединиться. Сколько выпусков? Выпусков два года журнал существует, 4 номера уход, значит, 7 номеров я пришел, 8 номеров я вернусь. В Томсон Синентифик не подавать? Что? В Томсон Синентифик не подавать. В Томсон Синентифик это мы не должны туда подавать, потому что тогда мы потеряем, например, журнал потеряет свое лицо, так сказать. Тут особенность этого журнала, я говорю, что он финансируется европейским университетом, а Томсон, наоборот, просит деньги, в этом участие. Ну, значит, цель создания рейтингового журнала, и вот в этом направлении мы можем усить уже впечатление. Так, ну, прошу, значит, тогда... В Томсон Синентифик, университет, где он находится? Ну, я таких мигантных людей я, в общем, почти не встречаю. Ну, она так, что она. Для тех, кто не знает это название, это Ахмала в свое время, потом Ахмолец, потом Целеноград, потом снова Ахмолинск, и, наконец, Астана, так что? Потом, значит, здесь я обнаружил, хоть мне сказали по-русски, не употребляю, да? Ну, что тут есть вступительное слово? Ну, в первом номере там есть вступительное слово, оно же на казахском, на русском и на английском. А дальше все на английском языке. Ну, если есть еще какие-то срочные вопросы по поводу журнала, я отводу отлично. Ну, если нет, то можно бы делать по-русски. Так, хорошо, теперь, значит, по научной части. Вот, спасибо, прошу. Значит, вот название доклада. Точные оценки спектральной устойчивости для равнометриотических декоментальных операторов. Это совместная работа, то же самое, если вы хотите, чтобы вы получили правую руку. Вот с математиками из университета Падова, первыми микро-кландерами. Ну, и так, что рассматривается? Исследуется устойчивость собственных значений при изменении области определения оператора. Значит, рассматривается оператор, элитический оператор, производного порядка, значит, с соответствующими условиями, или Рихве, или Неймана. Омега ограниченная область ВРН, и коэффициенты этого, значит, которые там участвуют, а альфа удовлетворяется определенным стандартным условием. Это действительно значные функции, гибшицевые функции, симметричные, и, кроме того, выполняются условия равномерной литричности. То есть это стандартные вещи. Ну, и рассматриваются такие открытые множества, для которых спектр этой задачи дискретный, ну, и может быть представлен в виде последовательности, не убывающей последовательности, неотритательных собственных чисел. Вот они здесь записаны в виде такой последовательности. Ну, при этом предел для МДН, прием, сребляющейся бесконечностью, равен, бесконечностью. Ну, значит, цель, как я уже сказал, исследовать устойчивость собственных чисел. Ну, и в самом общем случае мы хотим просто получить оценку для модуля разности лям ДН на омега 1 минус лям ДН на омега 2. Значит, лям ДН — это n, это собственное число, ну, омега 1 и омега 2 — пока какие-то открытые множества. Ну, конечно, будет предполагаться, что мы в определенном смысле близкие к другу. Ну, на эту тему много всякой литературы написано, но особенностью вот результатов, которые я здесь представлю, это такая, что здесь рассматриваются операторы производного черного порядка, граничные условия или перехвей, или неймана, и, кроме того, открытые множества могут иметь в форме гоно сильное вырождение. Ну, определенные ограничения на открытые множества, конечно, все же будут. Ну, поскольку такие общие открытые множества, то еще надо договориться, что поднимается под соответствующим оператором. Ну, здесь я скажу очень кратко, тут некоторые элементы функционального анализа стандартные используются. Вот, рассматривается пространство с облигой нормой, которая здесь написана. В от омега — это замкнутое подпространство, содержащее пространство с облигой, содержащее WN2 с ноликом, то есть замыкание бесконечно дисференцированных фенитных функций по этой форме, и расплатывается соответствующее в обобщенной постановке назначено собственное значение. Вот тогда в виде такой квадратичной формы она равна лямбе умножить на интегралом омега у вещества в точь dx. Для функции из вот этого постпространства мы от омега. Значит, это задача на собственное значение, ну и, соответственно, выбор подпространства соответствует выбору граничных значений. Значит, если, значит, какое требование необходимое для того, чтобы задача имела смысл, это что это подпространство, оно компактно вложено в WN-1-2 на радие. Ну и тогда из общих диорем функционального анализа следует, что существует неотрицательный сопряженный линейный оператор H, который зависит от этого пространства, W от омега, W-2, компактный резолентный, такой, что область определения корня квадратного из этого оператора в точность впадает с пространства W от омега. И вот эта квадратичная форма, которую я раньше выписывал, она представляется в виде скалярного произведения, значит, корня квадратного примененного вверху и корня квадратного примененного вверху. Значит, мы рассматриваем два, ну вообще, можно рассматривать в принципе W от омега разное подпространство брать, но важно, что есть вариационная формула, и вот эта вариационная формула, она служит основой для всех доказательств, которые, вот, результаты этих доказательств будут представлены. Значит, это и важная формула, и тут есть такой важный момент, связанный с этой формулой, что, значит, эта формула позволяет отделить задачу о собственных числах от задачи о собственной функции. Вот, поскольку здесь вот в эту формулу собственные функции никак не входят, значит, берется супремум отношения ремея, Q омега от Q Q, делить на норму U в 2 в квадрате, супремум по пространству, а под пространство L, оно задерживается V от омега, и размерность всего равна L. Ну, это известная формула, и вот она лежит во основе всех рассуждений. Это принцип нюанса гуру. Иногда гуру, фибер, так называют. Ну, два крайних случая надо будет рассматривать. Если V от омега, это дубль V, M, 2 с ноликом, если соответствующее отложение компактно, то мы и говорим, что мы имеем в виду задачи не легли, и это собственные числа задачи не легли, лямда L с индексом V от омега. Ну, а если вот такое вложение, если мы возьмем в качестве V от омега, просто W, M, 2 от омега, то при положении, что вот это вложение компактно, значит, мы говорим, что мы имеем дело с задачей неймана. Ну, если это такие открытые множества, скажем, с достаточно гладкой границей, и, скажем, порядок равен, ну, то это совершенно классические задачи не легли, не именно для электрического оператора. Значит, итак, у нас два таких оператора. Ну, конкретно, например, брать, имею в виду, скажем, оператор V в Апласа, ну, тогда собственное число задачи Дерихле выражается вот таким говорительным принципом лямда L, D. А, и здесь важный момент, что инфиум берется по подпространству, которое содержится в дубле V 1, 2 с нориком, в подпространстве размерности L. Ну, а в случае задачи неймана аналогичная формула, но подпространство L содержится в дубле V 1, 2, уже без норика, ну, и по-прежнему размерности L. Вот это, скажем, исходная формула в простейшем случае оператора В Апласа. Теперь нужно несколько слов сказать о открытых множествах. Значит, мы будем рассматривать открытые множества с непрерывной границей. Ну, это здесь выписано стандартное определение. Я, скорее всего, просто проинлюстрирую на кофе. Значит, итак, если мы берем множество омега, то предполагается, что оно покрывается прямоугольными параллепипедами. И вот эта часть омега, которая есть в пересечении прямоугольного параллепипеда, она описывается и является под графиком непрерывной функции. Ну, естественно, сделаны некоторые предположения о самом покрытии, о которых я подробно останавливаться не буду. И важный момент такой, что вот это покрытие покрытие и те параметры, которые это покрытие описывает, мы будем говорить, что все это означает, что задан некоторый атмос ВРМ. То есть набор вот этих прямоугольных параллепипедов, удовлетворяющих определенным условием, которые на слайд выписаны. Но мы будем рассматривать только такие открытые множества, которые описываются с помощью того же самого атмоса. То есть я уже говорил, что, конечно, мы не производные два открытых множества сравниваем, а в пределах такого класса открытых множеств. Но общность все равно остается очень эффективной, потому что здесь это просто в данный момент неожиданная граница. Ну, и один из вопросов, который возникает, нам захочется сравнивать открытые множества и какие-то нужно вести геометрические характеристики в близости множеств. И вот такая удобная, оказывается, характеристика следующая. Вот, допустим, я имею множество омега-1 и множество омега-2, которое описывается с помощью того же атмоса. Ну, и в пределах атмоса здесь же у нас задана одна функция, задана другая функция, просто мы берем максимум модуля разности. Ну, и вот это вот такое элементарное расстояние в пределах одного кубита, одного параллепипеда. Ну, а затем берем максимум по всем этим параллепипедам, которые покрывают окружную разговорную амега-1 и омега-2. И вот это мы называем расстоянием между открытыми множествами по амкосу. Ну, я опускаю вот эти вот сандартные условия, которые требуются. Вот здесь записано, что после соответствующего поворота вот этого параллепипеда сам параллепипед становится параллепипедом с гранями, параллельными координатами и омега-2. А омега, посвященная с этим параллепипедом является под графиком функции G, 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 G — это номер параллепипеда. Ну, и если мы имеем два открытых множества, то тогда мы определим расстояние омега-1 и омега-2 вот это расстояние по атмосу. Вот здесь выписано точно. Значит, во-первых, в пределах одного параллепипеда мы берем супремум по берем супремум модуля разности вот этих функций, которые описывают границу омега-1 и омега-2 и потом берем максимум по всем этим треугольным параллепипедам. Значит, вот теперь с помощью вот этого выясняется, что вот эта характеристика она удобна в данной задаче. Кстати, я отмечу, что эта характеристика достаточно нелегко вычислима. Скажем, в отличие просто расстояния между, скажем, границ и множеств, это расстояние гранатом не все подсчитывается. Ну, вот первая теорема такая. Итак, мы задаем адрес ВМ, мы задаем числа ВМ натуральные, Н и тетер. И для любых альфа и бета мультииндексов с такими значениями мультииндексов, что их длина равна n, коэффициенты а альфа бета уменьшают условию Липшица, вот С0,1, симметричны, действительно значны, и нормы, Липшица на нормы, они превышают вот этого фиксированного числа n. Также выполняются условия идентичности константы n. И тогда существует для любого натурального числа n, существует два числа Cn и εn положительных, которые зависят только от этих параметров. Это n, соответственно, номер сотового числа, n большая размерность, а атлас, m порядок оператора, n константы, которую я показывал, чарты цитата кростанты лимтичности. И тогда и для задачи Дерихве и для задачи Неймона спроверил вот оценка, которая здесь написана, что λn dn от омега 1 минус λn dn от омега 2 по модулю не превышает Cn умножить на расстояние между омега 1 и омега 2 по атласу. Ну, для всех омега 1 и омега 2, которые принадлежат классу непрерывной функции сфиксированного атмосу и такие, что расстояние по атмосу не превышает m dn. Ну, вот это вот, на мой взгляд, весьма простая формулировка результата, наглядная, то есть, если рассматривать собственное число с номером n как функцию от омега, то это просто липшая целая функция, ну, по отношению к расстоянию по атмосу. Но, конечно, в пределах данного класса множество. А как Cn меняется в зависимости от цены? Не, все сразу. Ну, по-первых, конечно, само Cn в любом случае стремится к бесконечности, есть вредственница к бесконечности. Но, этот вопрос представляет интерес, и, значит, в конце я там буду в результате на этот тесно. Но пока следующее, конечно, здесь вот расстояние по атмосу выбору, но вообще есть другие характеристики расстояний мир как множествами. Ну, пусть есть два множества в РМ, и мы будем говорить о нижнем отклонениях узора в Пампеи. Что это такое? Вот здесь эта формула написана. Вот эта формула. Значит, что берется? Взяли точку из х, и взяли расстояние от х до множества b, и взяли супремум по всем точкам х и за. Но потом аналогично ее сделали так, взяли точку из х и за. В расстояние от точки х до а, и супремум по всем точкам из b. И из этих двух величин взяли минимум. Если взять максимум, то это классическое такое расстояние холдорфа по полтрейду. Но мы изменим это даже и более удобно для наших оценок. И рассмотрим подклассы вот этого множества c от а, а именно такие. Пусть омега маленькая это некоторые функции непрерывные, возрастающие, но не ноль. И такое лопутинственное условие, что омега от t больше равно k от t для t 0 единички. Ну и тогда рассмотрим c m омега от а это семейство открытых множеств n, которые принадлежат c от а, то есть описываются с помощью астаса, как я уже говорил раньше. И те функции, которые локально задают сравнение границ, они должны удовлетворять условие общего условия репшинса с константой n и вот с этой функции омега маленькая модуль x с чертой минус x с чертой. это набор переменных x1 и тогда xn минус 1. Соответственно g житая xn равная g житая это есть уравнение соответствующей границы. Так, значит, если мы вот такие обозначения введем, то тогда можно формулировать теорему 2 таким образом, что формулировка остается той же, надо смотреть только на результат. Значит, результат такой, что для любого n существуют опять cn, ε, n, зависящие, так же, как и в предыдущем случае того же набора параметров, но тут еще добавляется вот это новое, омега маленькое, n большое, но оценка получается такая, что модуль разности лямда n от омега 1 минус лямда n от омега 2 не превышает cn умножить на вот эту самую функцию омега от нижнего отклонения Хрундорфа Помпея, границ открытых умножить омега 1 и омега 2 ну, так же в предположении, что омега 1 и омега 2 достаточно близки к друг другу, что выражается тем, что вот это отклонение Хрундорфа Помпея должно быть меньше как Семпея. Ну, это можно переформилировать в более таких наглядных пирамидах, как я могу сказать сказать, да, здесь уже обязательно появляется тут не вовремя не лейтшивость, а липшицомерный, причем с той же самой функциомерой, которая была в определении соответствующих классов открытых множеств. Ну, можно это переформулировать еще так, то есть или следствие. Значит, допустим, что у нас имеется следующее. Пусть у нас имеется множество омега-1, допустим, и омега-2. но будем считать, что если мы от омега-1 отступим внутрь на эпсилу, то есть рассмотрим множество омега-1 эпсилу, и рассмотрим эпсилу окрестность омега-1, то множество омега-2 как раз находится между омега-1 эпсилу внизу, и омега-1 эпсилу вверху. Ну, или наоборот, значит, если мы начинаем множество омега-2, то берем омега-2 эпсилу внизу, омега-2 эпсилу внизу, и омега-1 между этими множествами заключено. Но, конечно, они должны оба открытых множества опять же описываться тем же с помощью того же атмоса и принадлежать вот этому классу С, М, омега-2 А. Тогда оценка принимает такой вид, что модуль лямда-N от омега-1 минус лямда-N от омега-2 не перемешает С, умножить просто на омега-маренькое от омега-1 от омега-2 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 вот вот условие условие такое, что теперь мы сужаем класс открытых множеств, они являются открытыми множествами класса С, М, минус 1, 1 с константой М, А, и еще плюс, если мы рассматриваем собственные функции Фи и М, которые принадлежат WM2 и в этом случае норма равна генетически нормированной, но если известно, что они кроме того все равно принадлежат WM2 где P больше 2 вот и на самом деле это предположение это предположение это предположение допустим, что это есть на самом деле такие вопросы исследуются с основной функцией есть целый ряд работ и фактически это некоторое косвенное предположение относительно амега ну если там амега употребляет определенному условию то есть такие результаты что это условие выполняется и тогда оценка приобретает следующий вид что опять существует Cn от эпсилона Cn эпсилона зависит от соответствующих параметров так что лямда n от омега 1 минус гав n от омега 2 поможет где превышает Cn умножить на меру симметрической разности в степени 1 минус минус 2 на p и удалось проверить что этот показатель не улучшает низко минус 2 на p ну здесь тоже можно рассмотреть более специальный случай когда наиболее хорошая оценка если просто меры симметрической равности будет это соответствует случаю когда p равно бесконечности ну и тогда вот есть такие результаты в литературе в которых гарантируется что собственные функции соответствующего пространства их норма ограничена просто время бесконечности и следствие получается такое еще более делается сильное предположение что омега 1 и омега 2 принадлежат классу c 2m маленькая m большое это констант а и тогда в этом случае можно проверить что это условие для собственных функций выполняется с p равным бесконечности и оценка для собственных чисел приобретает вот такой еще более простой вид модуль лябда r от омега 1 минус лябда r от омега 2 не превышает cn умножить на меру симметрической разности омега 1 и омега 2 следующий результат значит вот то что на просьбу как cn зависит от n ну значит вот ответ ну он получен соответствующих параметрах атмоса айбд тэта айбд не зависит зависит от n маленького зависит от соответствующих параметрах размерности атмоса па синя не зависит омега айбд айбд не зависит айбд n и айбд Это оценка для случая ограниченных условий Дерехлета. Общая идеология такая, что если здесь не Макс принцип, то из него можно вытягивать разные оценки. Схема эта отработана, и она в том числе применима и к нелинейным задачам. Вот модельная задача, уравнение с Пеллоглассианом, собственно, задача на собственные функции, на собственные числи для Пеллоглассиана. И там важный момент, что тоже есть принцип минимакс принципа, но он является более сложным. Это минимакс принципа Юстерной Кошнирова. Смысл такой, что рассматривается снова отношение релея со степенями П. Значит, вот интеграл П омега модуль средиенов в степени П это их делить на интеграл П омега модуль У в степени П. Супремум опять берется по местному множеству n, но n уже описывается более хитро. это n принадлежит семейству конических подмножек W1P с ноликом, вирус 0, для которых пересечение с единичной сферы В и П является компактным W1P с ноликом. И плюс так называемый крестостейский гимнус гамма от n больше или равен, чем n. Ну, это опять важный момент, что тут описание вот этого параметра гамма от n может быть дано в аналитических делах, и это позволяет снова применить вот тот подход, который мы использовали. И получить для П в Абусиане с условиями Дерихле оценку аналогичную той, которая была в предыдущей теории. Вот эта оценка выписана, что теперь собранные числа, они зависят от П с номером n, ну, тут еще более хитрая ситуация, потому что в общем случае не описаны все собаки. То есть вот эта формула, в отличие от мнения у случая, она не открывается, что она описывает все собственные значения. И тогда рассматриваются только те собственные значения, которые описывают эту формулу. Не понял. Что? Не понял. Еще раз можно повторять? Значит, повторяю. Значит, вот эта формула, в принципе, не МАКСа, она описывает собственные значения, но нет гарантии, если это не одномерный случай, что это все собственные значения описаны с помощью этих формул. Есть контрпримеры, соответственно. И поэтому вопрос ставится о устойчивости тех собственных значений, которые вот этой формулой описываются. Ну, тут такие есть тонкости. Ну, вообще линейные задачи, у них там много таких тонкостей. Ну, значит, так вот и мое время подошло к концу. И тут последняя страница. Вот. Так что, тут есть еще поле для дальнейшей деятельности. Вот, в частности, то эти визуницы не линейные вопросы. И, в частности, тут очень много всяких других задач. Вопросы к доктору? Для регулярных областей, например, Липшицу, более точные оценки какие-то? Ну, вот тут вот была одна из предыдущих теоретов, что оценка, вот она немножко косвенно образом дается, зависит от поведения собственных функций. А поведение собственных функций, оно хорошо изучено. И если вот, если это порядок, уравнение второго порядка, тогда рассматриваются границы с условием Липшица, но еще плюс дополнительные предположения, которые связаны с этим поведением собственных функций. Не любая Липшицева граница, там некоторые ограничения на раствор вот этого угла. Ну, это косвенные характеристики, а прямые? Нет. Ну, вот прямые я привел, когда просто меры, значит, это лишний запас гладкости. Если С2, то тогда мы гарантируем, что есть оценка просто через меры метрической разности. Если, нет, ну вот, наиболее удобное описание оказалось именно в этих терминах. Конкретные примеры, конечно, есть, и там для них можно только сказать, какой показатель правильности применяется. Еще вопросы? У меня небольшой вопрос. Вот для нееленной задачи с П. Лаплосяном. Я с очень популярной тематикой, когда ПЭТ эксперименты Лаплосяна. Ну, в чате я работаю с Жейковой и не только Мною Дмитриевым. Я про не знаю как раз с Минимаксом. Дайте, как это, дайте мне Минимакс. Дайте точку опоры. Промежуточных проблем нет. У меня есть Минимакс. Проблема решена, и Вы можете применить вашу цену. Ну, это не одноотначно. Но есть схема уже проработанная, которая позволяет отталкиваться от него, получать результаты. Конечно, если там будет переменная, то все соответствует. Если нет, то больше опросов поблагодарим докладчикам. АПЛОДИСМЕНТЫ